Давайте поговорим обо всём. Каждый вторник в 11.10 в прямом эфире мы спросим у знаменитостей и политиков о самом интересном. Повтор слушайте в воскресенье в 20.00. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире радиопередача «Обо всём» и с вами Алишер Ташматов. Сегодня у нас в гостях, так сказать, генерал кыргызской медицины, министр здравоохранения Кыргызстана Батаралиев Таланбек Абдулаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за то, что нашли время, пришли к нам на радиопередачу. Такой вот вопрос сразу. Как вы относитесь к трансплантации органов? Вопрос очень такой вот, скажем так, серьёзный. Очень много людей нуждается сегодня в донорской, той же самой почке, в других моментах. Как вы считаете, ваше мнение? Несмотря имеющихся много недостатков во всем мире, я отношусь к этому положительно. Почему? Хотим или не хотим. По ряду причин, вследствие каких-то заболеваний. Определённая категория пациентов нуждается в трансплантации. После трансплантации, если даже 100% не возвращаются в той жизни, которую создал природа, Бог, как скажете, всё-таки он, качество жизни меняется в лучшую сторону. Поэтому я очень положительно отношусь. А что сегодня мешает всё-таки вот эту трансплантацию органов продвигать? Здесь много факторов. Во-первых, когда вот эта трансплантация начиналась, больше всего мир ожидал, что религиозная страна будет сопротивляться и, наверное, не найдёт своё место трансплантологии в этих странах. Особенно в исламских странах. Это не получилось. Наоборот, я могу сказать сегодня открыто, что трансплантология во всём мире развивается в одно направление. Цель которого является улучшить качество жизни пациентов. Чтобы они жили, радовались, занимались чем хотели, могли работать и жить. – Насколько я знаю, сейчас Турция строит для Кыргызстана больницу, да? Вот эту фочек, которая номер один. А можете рассказать поподробнее, что там будет, как, какая она будет? Всё-таки на вид она очень красивая, современная. – Не, не только на вид. Мне кажется, вот сейчас впервые наши, не говоря о пациентах, наши медработники впервые войдут в то здание, которое абсолютно другое, несравнимое, то, что мы имеем. И сейчас, с момента, вот как только приходит пациент, с этой минуты уже начинается вся информация в онлайн-системе, в информационном поле. И вот какой-то человеческий фактор забыл, нет, такого не может быть. Почему? Потому что кровь сдали, автоматически, пониматической системой передаётся. Он тут же оставляет электронный след, во сколько отправлен, во сколько поступил. И поэтому он сказал, я был занят, забыл кровь. Это невозможно. Поэтому взяли кровь, тут же и по нейматической почте отправили, он поступает в лабораторию. Результат автоматически передаётся онлайн-системе врачу. И через определённый пароль, по уровню, да, право ознакомиться, они могут любую информацию о пациенте получить. Поэтому с момента поступления до конца выхода и деятельность врачей полностью под контролем. А оборудование там тоже будет, да, самое современное? Оборудование самое современное. Это можно сказать, кыргызско-турецкая больница, а наоборот, кыргызско-турецкая клиника, новые технологии. Поэтому особенно в лаборатории, могу сказать, у нас амбициозный план, в лаборатории, извините, у нас нет, надо куда-то съездить. Такого вопроса не будет. То есть, будет абсолютно всё? Абсолютно всё. Но потребуется некоторое время. Почему? Потому что новая аппаратура требует обученных специалистов. Процесс инициляции, адаптации. Ну да, да. Потому что, представьте себе, хоть профессор впервые видит эту аппаратуру. Ну да, согласен. Давай проверю, да, и потом потихоньку научимся. Такого не может быть. Это то же самое. Раньше, помните, у нас был Запорожец. Пару раз ударили, и потом и учились. Ну попробуй это купить БМВ, да, семёрку или 500 у Мерседеса, и попробуй на нём и учиться. Ну да, согласен. Я знаю, что кроме первой больницы, дружбы народов, так сказать, кыргызско-турецкой, кроме этого ещё и другие больницы будут строиться, отстраиваться по-новому. Вы хотели бы сказать, понимаете, очень хороший вопрос задали. Я долго проработал в Турции, и хорошо знаю систему здравоохранения и организации во всём мире. Особенно, когда развивается в привлечении новых методов те страны, которые имеют ограниченный бюджетный ресурс. Это как Кыргызстан, да? Это Молдова, европейские страны многие. И не надо бояться привлекать специалистов и инвесторов. Это как раз путь развития государственного частного партнёрства. Этого не надо бояться. Одни имеют деньги, ищут страну, куда вкладывать. Другие не имеют, ищут инвесторов. Надо их свести, только эта среда была очень доброжелательной. В этом и заключается работа под руководством этого Сапожа Махатаровича. Привлечь инвесторов, им создать условия. И говоря под Кыргызско-турецкой больницей, я хочу сказать, это не только одна Кыргызско-турецкая больница. У нас сейчас в мае этого года завершается строительство китайским грантом. Это огромный комплекс. Мы таких, которые обычно не привыкли видеть. Мы почему-то это, когда оценивали больницу по количеству коек. Это не так. Абсолютно. Количество коек ни при чем. Любая больница должна быть многопрофильной. Диагностическая мощность, которая обеспечила все нужды, потребности пациента, его близких, а также государства управлять. В этом и заключается. Поэтому китайский грант. На тех только утверждение получили от Саудовской Аравии для строительства детской больницы на участке третьей детской больницы. Получили подтверждение Куветского фонда для строительства нейрохирургического комплекса на базе национального госпиталя. Начался строительство с германским правительством, грантом перинатального центра. И строится активно и идет по графику больницы экстренной помощи в Джалабаде. И кроме этого мы сами своими силами завершили строительство неврологической клиники на Рыне, новую больницу Чонгалай, завершаем больницу Валай, Алайку, Кадамджай, Баткене, Сузаки. И таких строительств достаточно много. Но кроме этого вчера завершилась эта миссия инвестиционной группы Южной Кореи по строительству инфекционной больницы. Здорово. Поэтому поймите, вот сейчас особенно зимний период по вирусным, гриппозным заболеваниям, летом кищенными заболеваниями наши больницы заполнены. И детские больницы заполнены. Представьте, 40 лет тому назад, когда я учился в Бишкеке, когда в Бишкеке было около 400 тысяч населения, было 5 детских больниц. Сократили, сократили. Как ни крути, детских больниц для наших малышей не хватает. Поэтому бесконечная проблема по госпитализации, очереди. Я думаю, строительство новых больниц – это частицы только. Их мы должны строить много. Достаточно количество на 10 тысяч населения, на 100 тысяч населения по густоте населенного пункта. А как обстоят дела с кадровым составом? Потому что новые больницы строятся. Все-таки вот та элита, которая в свое время работала, многие уже на пенсию уходят, и молодежь приходит им на замену. Вот как с ними ведется работа? Многих, наверное, куда-то на обучение отправляете, на повышение квалификации, да, скорее всего? Вот, например, мы завершили тест, сейчас реконструкцию онкологической больницы. Там уже 29-го завершается строительство бабатрона, да, которые подарены индийским народам. И наши специалисты сейчас находятся в Индии на специализации. 29-го они прибудут, и непосредственно начнут уже прием пациентов. Поэтому мы будем применять любые методы. Где не хватает современных специалистов, будем приглашать. Своих будем переобучать. Но есть вещи, конкретно надо признать. Мы слишком отстали. И поэтому, когда тезис такой, да и аппарат, мы сделаем все это неправильно. Почему? Потому что 40 лет тому назад весь мир перешел, изменил ситуацию. По подготовке кадров. Представьте себе, я кардиолог. Мы еще продолжаем готовить кардиолога по-старому. Не только кардиолог, всех. Минимальный срок подготовки кардиологов за рубежом 5 лет. То же самое гинекологи, то же самое детские врачи, то же самое. И некоторые еще больше. Вот, например, нейрохирургии. Там еще есть другие современные специалисты по смежным. О которых мы даже не создали начинание. Начало. Зародыши. Представьте себе, развивается технология. Ультразвуковая диагностика. Лучевая диагностика. Нейрохирургик должен использовать непосредственно сам. Используя, проводить операцию. Ну да. А в таком случае он должен хорошо владеть и другой специальностью. И поэтому сейчас смежные специальности по последние 10 лет появились. Нейрорадиология. Неврорадиология. Интервенционная кардиология. А мы еще по старинке, по-советски. Печатаем, печатаем, печатаем. И получается, они с одной стороны очень хотят работать, но в то же время не знаком с аппаратурой. То есть вы хотите сказать, что совсем скоро обучение будет тоже переходить на тот уровень, который нам сегодня... Другого у нас выхода нет. А когда начнется вот это? Мы уже системные изменения начали с сопротивлением. Вот уже специализацию подняли на 3 года. Но мы потихоньку-потихоньку поднимем до 5 лет минимальный срок. Без этого невозможно. Кстати, я работал интервенционным кардиологом, инвазивным кардиологом. Это лет 20 назад. И свободно владею любой аппаратурой, то, что мне во время операции... Необходимо. Необходимо. Я этому учился долго-долго. Учился у всех. Я понял, весь мир для обеспечения качественной медицинской услугой делает всё, переходя на системные изменения, для того, чтобы успешно использовать достижения современной медицинской науки. А такой вопрос, немножко, наверное, нестандартный. В детстве кем вы мечтали стать? Я никогда не мечтал это врачом. Почему? Потому что я когда в школе учился, получилось так, что в советское время очень государство заботилось молодым кадром и специалистом. И тогда стоял вопрос, как сейчас, обеспечение медицинских, не только кадров, молодых кадров в регионах. И в нашем доме с нами жили четыре специалиста, две семьи. Они одни были выпускники тогда педагогического института Пржевальска, ныне Карако. А еще дебил, это с Томского района, Курмабекбаке, Джетагуйского района, села Шалба. И в школе они были моими преподавателями, а дома, понимаете, как родные братья. И получается, из четырех специалистов, одна физик, другой математик, другая еще биология, химия. И они мной занимались. И в то время впервые, впервые я от них начал услышать, что химия, биология, они уже не как есть, как наши обучают. Уже смежные пошли. Биофизика, биохимия. Это было бы мне очень интересно. Тут слушать, сказать, да, вот то, что нас учит, это не то. Будущее от нас ожидает другое. И мне очень хотелось, понимаете, попасть в какое-нибудь новое направление, одним из них быть первым. Я тогда поступал в мединститут, и тогда впервые в Кыргызстан получил квоту по два места биохимии и биофизику. Естественно, не попал, в лечебную факультет тоже не попал. И из лечебного факультета выбирали самых лучших. И получилось, что-то не попал первый год. Хотели оставиться стоматологом. На следующий год опять, опять полограниченное место, по два места. И что делать? Уйду, армию заберут. В то время, знаешь, или работаю, или в армию, да? Один из двух. Другого выбора нет. И я остался где-то в лечебном факультете, и у меня была цель заниматься наукой конкретно. Но были трудности, это было одно желание, понимаете. Трудностей было полно. Язык, городская жизнь. Но сама по себе, по учебе, для меня это было проблем не было. Другой проблем. Проблемы были другого характера. Вот, например, я, Ирина Евгеньевна Коненец, наш куратор, когда впервые нас, вот, на, был, Рерих приезжал с моим произведением, и нас она в музей водила. И для меня это была краска. Я впервые понял, я в этом мире абсолютно, понимаете, нет представления. Потому что мои сокурсники, одногруппники, они обсуждали разные годы его деятельности. Вот в молодости Рериха больше рисовал так, потом в более таком возрасте так, а когда уже выехал из России, уже начал рисовать так. Это для них была тема обсуждения, а для меня краски. Были еще другие вопросы, когда мы обсуждали вопросы мировой литературы. А что? Я то, что знал, то, что преподавали, и что попалось на руку от моих преподавателей. И это было ограничено. А амбициозно программировать это планы на будущее. И когда мои сокурсники больше занимались химией, биологией, вот фонументальными нашими, первый, второй курс, а я все свои недостатки скрыт от них восполнял. А как все-таки попали в медицину-то? Вот так и попал. Раз биохимия по конкурсу не попала, лечебный факультет остался учиться, продолжать. А мой отец спокойно до конца четвертого курса все ожидал, что один прекрасный день брошу, приеду и буду заниматься тем, которое он хотел. Почему-то у нас в Средней Азии, вообще в Кыргызстане есть такое понятие. Каждый родитель хочет своего сына видеть правителем, начальником, таким большим человеком. Мне кажется, этого не надо. Надо учить детей по способности, чтобы он потом мог это достойно работать и обеспечить свою семью. Согласен. Понимаете? И потом был я настолько такой, я занимался достаточно плотно спортом. Я специально в какую-то драку не лез, но каждый мой ответ сопровождался с какой-то проблемой. Поэтому он думал, один прекрасный день на пять я достойно отвечу и вернусь в родное село. – А каким видом спорта занимались? – Бокс. – Боксом, да? А сейчас продолжаете увлекаться? – Нет, после автовария на пятом курсе я уже перестал плотно заниматься. Но для поддержания здоровья бегаю. Но такое, когда с детства занимаются спортом, он оставляет след до конца. Я думаю, боксерские вот эти навыки до конца года, наверное, до конца жизни, наверное, останутся мной. Ну вот вы в начале беседы обозначили такую одну острую проблему в Кыргызстане – лекарственное обеспечение, проблему вот этих фармкомпаний, которые фактически сегодня бизнес держат. Вот как в этом плане ведете, наводите порядок? Как я знаю, очень много таких сопротивлений у вас возникает против вас. Как вот в этом плане пытаетесь наводить порядок? Просто очень много критики пытаются сливать грязь различную. Вот как? – Видите, это нормально. Но меня предупреждали. И я знал, на что иду. Почему? После наркотиков лекарство бизнес считается и есть самый выгодный бизнес в мире, в том числе в нашей стране. Почему? Потому что после распада Советского Союза весь бизнес перенес сейчас на руки. За 25 лет независимости нашей страны все законы, нормативные акты направлены на их защиту. – Что хочешь, делай. А так не может быть. – Согласен. – Элементарное правило. Мы население настолько научили. Мы лекарства не пьем. Мы лекарства кушаем. – Согласен. – Лишь бы иметь деньги, что угодно достанешь. Что угодно. И самое главное, понимаете, пациенты, граждане до сих пор не осознали бесконтрольное лечение, к чему это приведет. Потому что, открывая любую инструкцию, там, говорят, возможно, побочные действия, включая смерть. – Летальный скот. А нам, говорят, все ровно. На базаре покупают. Кто продает? – Наш гражданин. Кто покупает? – Наш гражданин. Обе довольны. В таких ситуациях коррупцией бороться невозможно. Поэтому мы нуждаемся в поддержке общества. Поймите, бесконтрольное лечение, прием лекарственных средств вредит. Не лечит, а калечит. Поэтому с поддержкой Алмаза Бекшишеновича мы все-таки упорным трудом, несмотря на невидимые сопротивления, за три года провели три законопроектов. Это по лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения и по нормативным актам. Думали, вот-вот-вот уйдет, шестое правительство провели, а теперь, когда разрабатываются нормативные акты, мы еще большим сопротивлением были лезли. – Со всех сторон? – Да, со всех сторон. Даже вот реестр лекарственных средств, реестр услуг. Поэтому они просто так сдаваться не будут. Почему? Это то же самое, бесконечный источник воды. – Ну, конечно. – Он течет, 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 течет. Кто от этого откажется? – И здесь сказать, понимаете, неосознанную, неорганизованную, сама по себе система, еще, оказывается, в 2013 году об этом Андреас Сайтер написал. В Средней Азии сложилась очень сложная ситуация по лекарственным средствам. Невидимые, преступные, организованные мафии. – Согласен. – А сказать вот кто, вот так не можешь показывать. Потому что все хотят. Их интересы объединяет и это. Но страдает-то кто? – Простой народ. – Простой народ. Поэтому реформа в лекарственных средствах во всех странах сопровождается сильным сопротивлением. Я вам пример приведу. Один из ярких примеров. В Турции в 2002 году Реджи Бахта, когда объявил о новых правилах, в течение года крупные фирмы саботировали, закрыли аптеки. В течение года. – Ничего себе. Серьезно, а если у нас так будет? Как вот в этом плане? – А мы подготовились, а они не смогут. Потому что кто-то захочет в этот рынок. Рынок у нас небольшой. Поэтому мы по срокам, по этому подготовились. Уже ищем. И самое главное, уже находятся сторонники самых фармкомпаний, которые понимают, работают честно. В этом черном бизнесе страдают честные бизнесмены. Поэтому я стопроцентно сказать, все фармкомпании плохо работают или нечестно зарабатывают. Я далек таких мыслей. Но мы не боремся с частными компаниями. Мы боремся за порядок. – Правильно, конечно. Порядок давно уже… – За систему. – Как Вы думаете, вот очень много предложений тоже, и в соцсетях тоже это обсуждают очень часто. Ну, это вот Ваше мнение. Возможно ли государственное вот это регулирование, чтобы именно государство само напрямую просто закупало у заводов-производителей фармацевтических те же самые лекарственные препараты и так далее, напрямую привозили здесь, как государственные аптеки открывали, как раньше это было? – Это надо делать очень осторожно, поймите. 25 лет тому назад отдал, а теперь говоришь, давай я. К этому надо готовиться. Система ввоза, вот эта реализация и дальнейшая, это непростая. Потому что к этому надо готовить логическую систему, склады по современным условиям. Поэтому, чем убивать наших компаньонов, фармкомпании, с ними сотрудничать, работать на современном уровне. Какая разница, кто будет делать этим, государство или частное? Ну, только по правилам. Целью которой должно быть обеспечение качественным лекарственным средством наше население. Поэтому частной компании не надо бояться. Навести порядок. – Вопрос еще такой вот по санавиации. Как сейчас обстоят дела? – Санавиация, видите ли, я в советское время вырос. Я даже еще был маленький. Я тогда, я сам был, не раз видел, что это когда какой-то джайло, кто-то заболел, чабан, вертолет прилетал, забирал и лечил. И обратно доставляли. Это было в советское время, 60-е годы, да? Конец 60-х годов. Но весь мир этой системой не мог. Весь мир. Если даже вот очень богатые страны, как Америка или другие европейские страны, они обеспечили санавиацию, но это доступность мизерная. Они могут оказать, кто имеет очень дорогостоящий страховый полис. И очень ограниченное количество только имеет доступ к этому санавиациям. Поэтому здесь хотел бы сказать, мы этот вопрос подняли. Президент и премьер-министр нас поддержал. На той неделе министр чрезвычайных ситуаций Буронов Котпик Альчилович встретился с представителем Боинга о представлении возможностей закупки вертолетов. И чтобы совместно. Потому что с нашим бюджетом полностью становиться, содержать невозможно. И мы далеко от мысли, чтобы только у нас был, только мы управляли. Нет. У нас 6 миллионов маленькая страна. Мы активно работаем, взаимодействуем с другими учреждениями, особенно ЧАЭС. ЧАЭС у нас очень тесная, моментальная какая-то ситуация. Автоматически у нас параллельно взаимодействуем. Как показало, например, в прошлом году до ЧАЭСу. Поэтому, как только приобретут вертолеты, по нашему требованию они будут обеспечиваться на авиации. Такой вот вопрос еще. В мире сегодня остро обсуждается вопрос по вирусам Эбола, тот же самый птичий грипп. На сегодняшний день как обстоят дела? Насколько у нас страна защищена? Видите ли, я хотел бы здесь вопрос поднять об иммунизации населения, вакцины. За 25 лет независимости у нас возникла определенная группа, которая, включая даже наших медицинских работников, противники вакцинации. Это чревато опасно. Это речь идет о национальной безопасности. В 2015 году у нас была вспышка кори. Тогда впервые мы столкнулись. По различным причинам, особенно по религиозным, у нас около 10% отказников от вакцинации. Где-то у нас от прививки отказывается где-то 10-12%, с которым надо работать. Это угроза для другого населения. Конечно. И вот эта суть, проблему, актуальность. Мы должны постоянно работать различными деятелями концессии, религиозной концессии, неправительственных организаций. И мы нуждаемся в поддержке общества. И вот, как вы сказали, вот сейчас люди передвигаются очень просто. Получил визу и все, катайся, да? Ну да. Но это катайся и как раз чревато тем, что с некоторых стран мы можем возить... По опасным вирусам. Да, по опасным вирусам. Поэтому вот то, что вы сказали, эбола и другие печичи гриппы. Поэтому здесь большая нагрузка лежит на наших медицинских работников. Как только непривычное появление вирусных инфекций, заболеваний, мы должны автоматически включиться, проверить и быть готовыми на все. У нас есть все средства необходимые? Конечно, есть необходимые. Вот, например, недавно была только вспышка, долгое время в Европе не было, вспышка корей. И у нас теперь появляются единичные случаи. И каждый случай разбирать. Вот вчера у нас было за этот год 9 случаев корей. Мы это 9 случаев корей, мы должны обсудить, локализовать, с ними работать, понимаете? Это так быстро распространяется. И наше население осознанно, понимаете, помочь, что за этим стоит, что надо делать. Любые вопросы пусть спрашивают, мы готовы отвечать и оказать помощь. А как вы думаете, вот эти вот вирусы, их распространяют намеренно? Или как они появляются, вот эти новые? Вот просто очень много мнений, говорят их искусственно, создают, привозят, распространяют специально. Нет. Понимаете, наверное, ты как везде, да? Во всех профессиях есть определенные достатки. Сдержки производства. Но, наверное, кто-то во время Второй мировой войны, помните, да? Вирусы, насколько различного штамма, как использовали, это есть. И наверняка есть такие способы. Но во всем мире общее направление не имеет такой тенденции. Но в основном, когда меняются вирусы, это результат нашей развития технологий. Они приспосабливаются. Почему? Потому что мы часто применяем, тут же начинаем применять антибиотики. Они становятся антибиотикоустойчивыми, особенно бактерии. И, естественно, вот любая часть природы и вирусы, и бактерии начинают видеозменять с использованием различных препаратов. Хотят выживать. Кареты скорой помощи. У нас тоже очень много нареканий было со стороны жителей, не только города, но и регионов. Опаздывают, задерживаются, нехватка их. Особенно в одно время обсуждался вопрос по детской педиатрии. Сегодня вот как обстоят дела в этом плане? Будут ли новые какие-то машины закупаться? Кареты у нас в Бишкеке сейчас по детству сказать, есть недостатка, но достаточная. Проблема в том, их количество. Сейчас последний раз каретой скорой помощи была закупка только один раз в количестве 84 штук по республику. Сейчас более 70% кареты скорой помощи по всей стране нуждаются в обновлении. Во-первых, старые машины задержать дорого, и потом они уже не соответствуют современным требованиям. Раньше было бы, лишь бы он двигался, возил. А сейчас идет речь, насколько квалифицированная помощь оказать и по дороге. Ну, согласен, конечно. Пациента нужно довезти, нужно его... И сейчас по стране мы имеем 27 реанимобилей, которые оснащены современным оборотом. Поэтому спокойно можем откуда угодно достать, но есть проблема дороги, расстояния, погодные условия. Кыргызстан это не значит, понимаете, все иметь. Вот представьте себе, снегопад, дорога закрылся. Ну да. Санавиации не имеем. А как быть? На месте оказывать помощь. В регионах не хватает медицинских работников. И поэтому я хотел бы сказать, от Министерства здравоохранения, от медиков зависит здоровье нации и граждан всего лишь 15%. Остальное межсекторальное. Это дороги, вода, инфраструктура, заработная плата, уровень жизни, качество жизни. Масса других процентов. 15%. А когда все вопросы только думают, Министерство здравоохранения плохо работает или не делает, или в лице Министерства здравоохранения обвиняют только правительство и государство, мне кажется, это неправильно. Проблема в том, хотя правительство, государство, огромную часть бюджета направляет на соцсектор, особенно здравоохранение. А в чем проблема? Проблема в их объеме. Но последние годы и президент, и правительство особо уделяет наше здравоохранение. Представьте себе, за короткий срок мы смогли полностью реконструировать национальный центр онкологии. Ну да, заметно. Значит, можем. А два года Министерство здравоохранения травили только постоянными письмами, обсуждениями. Никак не могли назначить директора. И тогда получилось, мы решили волевым путем объединить онкологию с гематологией, пойти на оптимизацию и назначить директор со стороны. И только тогда значение и в других областях должны идти. И мы сегодня можем открыто сказать, по заболеваниям сердца взрослые сегодня успешно могут лечиться в Кыргызстане. Не надо ехать за рубеж, как прежде. И здесь мощная поддержка частного сектора. Сегодня частный сектор лучше оснащен и обеспечен кадрами, чем государственный. Когда ни одно государственное учреждение не имеет современной методы стерилизации, они имеют. Значит, нам надо подтянуться. Мы впервые, наши медработники, видят, ознакомились, что такое современная стерилизация. Газовая система. И при этом часто обсуждаем вопрос внутреболивающей инфекции, как снизить ее показатели. Вот здесь и кроется. Вот вопрос еще был от радиослушательницы одной про ДНК. Очень такой вот интересный был. Вот все время, говорят, ездит в Алмату, чтобы сдать ДНК-тест. Она работает адвокатом и все время по линии усыновления и так далее. Чтобы сдать ДНК-тест, нужно ехать в Алмату, либо в Астану, в Москву, куда-то. Вот о чем идет речь. Это Кыргызская, Турецкая больница. И кроме этого, сейчас департамент санитарной службы уже на днях, уже очень скоро мы этот вопрос решим. Очень скоро. И могли бы, понимаете, активно применить этот опыт и возможности Монастского университета. Здесь очень хорошие специалисты. И почему-то получилось так, что за долгие годы Министерство здравоохранения, как государственный орган, как наследник советского здравоохранения, хотели такие же эти продолжить, но при этом, когда весь мир ушел в другое направление. Нам остается только в то направление направят, которое весь мир шагает. И тогда будут результаты. И будут результаты. Почему? Потому что медицина, и в Китае медицина, и в Америке медицина. А что их отличает? Форма собственности. Или государственная, или частная. Но независимо от этого, все они хотят оказать качественную медицинскую помощь своим гражданам. Независимо от формы собственности. Почему-то мы оставили такое. Капитализм значит плохой. Хочет зарабатывать деньги. На своих граждан? Нет. Это неправильное представление. Частное это плохо. Нет. Пациенту не имеет значения, где получить качественные медицинские услуги. А государство, если не может самообеспечить, пусть закупает услуги. Обеспечить. Пациент был доволен. Наши граждане были довольны. И не ездили. Я как министр, как врач, когда-то нуждающийся в помощи в разных клиниках мира, поймите, как пациент, что такое лечиться за рубежом, цену которого я лучше всего знаю. Не дай бог. Поэтому мы должны обеспечить все дома. Дома. И мы на днях закупаем мобильные клиники, оснащенные лучше, чем в национальном центре. Они будут ездить по всей стране, обслуживать наше население. Почему? Потому что у нас горная страна. Вроде, казалось бы, по карте посмотришь, близко. А фактически добираться не так уж легко. Ну да. Согласен. Один еще такой вопрос. Если, например, простываете, чем лечитесь? Лекарствами или народными средствами? Конечно, простуды больше всего, наверное, если какие-то осложнения не бывают, я лекарства просто так это не принимаю. Так, ну у нас время подходит к концу. В завершение, может, пожелаете что-то нашим радиослушателям? Я радиослушателям хотел бы сказать другое. Естественно, мы привыкли пожелать здоровья, успехов, личного счастья в жизни, да? Но кроме этого хотелось бы другое. Наши граждане осознали, их здоровье – это здоровье нации, страны. Их осознанное, воспитанное отношение к здоровью – это и есть их экономический вклад в страну. Их здоровье – это ценное богатство нашей страны. И каждый из нас чуточка потом об этом подумает, что это такое. В это понятие можно сегодня по интернету найти что угодно. Ну да, согласен. Просто вдумайтесь. Спасибо большое за то, что нашли время. Пришли к нам на радиопередачу. Очень много интересного. Не только я узнал, но, я думаю, наши радиослушатели очень много полезной информации узнали. И о вас лично много. Сегодня у нас в гостях был министр здравоохранения Батералиев, Таланбек Абдулаевич. Это была радиопередача «Обо всём». И с вами Алишер Ташматов. Услышимся вас в следующий вторник. До свидания. Я – Алишер Ташматов. Давайте поговорим обо всём. Каждый вторник в 11.10 в прямом эфире мы спросим у знаменитостей и политиков о самом интересном. Повтор слушайте в воскресенье в 20.00. Вы слушаете Радио Монас.